И следующий наш спикер — это Евгений Кузнецов. Возглавляет департамент мониторинга и аналитики репутационного агентства Sidorin Lab. В департаменте более 90 специалистов, и это те самые ребята, которые в режиме 24 на 7 мониторят и анализируют информационное поле. И в этом информационном поле живут боты. Где-то больше, где-то меньше, но они там живут. Их нужно уметь правильно выявлять, так как если вы не будете обращать на них внимание, как минимум они подпортят вашу красивую статистику, а максимум — вашу жизнь. Женя? Да? Спасибо. Сейчас мы как раз узнаем, где боты и как их найти. Коллеги, я прошу прощения, я просто не люблю сидеть, я больше люблю бегать, поэтому я чуть-чуть буду спиной к вам. Мы, наверное, те самые ребята, которые… Ну вот, и я, наверное, в том числе. Моя роль будет, наверное, рассказать, почему может быть некорректной цифры, данные, статистика от наших коллег по рынку, которые сегодня, допустим, делали доклады. Они, конечно, корректны, они тоже умеют с этим работать, но просто не все умеют с этим работать, а это знать надо, потому что это может подпортить ваши результаты. Еще раз, меня зовут Куньцов Евгений, я возглавляю департамент мониторинга и аналитики. Важно понимать, репутационного агентства мы узкоспециализированы. Мы не маркетинга агентства, мы не рекламное агентство, мы не пиар агентство, мы занимаемся только онлайн репутейшн менеджмент. У нас есть небольшие подразделения, пиар, смм, но они заточены на репутацию. Вот почему мне важно об этом сказать. Мы еще большие, мы в разных странах присутствуем. У нас в Дубае есть подразделение, у нас два больших бэк-офиса в Молдове есть. У нас больше 250 человек вообще в целом. И мы любим бренд аналитикс, мы любим 99%, мы любим бренд аналитикс. Один процент я на всякий случай оставляю, чтобы вы не расслаблялись. Но мы не используем автоматические системы тональности. Неважно, это бренд аналитикс или любая другая система мониторинга. Мы очень аккуратно относимся к автоматическому тегированию. Почему? Потому что, еще раз скажу, мы репутационное агентство. С точки зрения репутации пропустить одно единственное сообщение, которое было ошибочно размечено неправильной тональностью, может быть очень сильно плачевным. Как для нашего контракта с клиентом, так и для репутации клиента. Наверняка все знают, что может быть реально очень больно, и компания может вплоть до банкротства дойти просто из-за того, что кто-то что-то написал. Все уже привыкли в этом мире жить. Вот. А, ну еще мы молодцы. Там в прошлом году нам коллеги шар подарили. Вот. И вот у меня вопрос. А, первый вопрос. А кто пользуется бренд аналитиксом? О, больше, чем в прошлом году. А кто пользуется не бренд аналитиксом? Можно, можно. Вот. Почему я так задал этот вопрос? Потому что часто, вот как вот было принесено тут на предыдущей секции, бренд аналитикс всего лишь инструмент для сбора данных. Ну, факт это да, но часто вот именно инструментарий, который предоставляет систему мониторинга, позволяет работать с чем-то вот конкретным. И вот вопрос. Существуют ли боты? Вот кто когда-нибудь видел бота? Нет. Ну, в соцсети где-то, потому что вот часто говорят, о, фу, там бот пишет, ты там давишь политическую повестку, это кремлебот, это еще что-нибудь. А вот кто-то может сказать, это точно был бот. Ну, потому что эти необоснованные, вот, да ты там боты, все такое, часто живые люди обычные получают, настоящие живые. Вот. Ну, если кто-то научился их прям вот определять, вот, как коллеги сказали, Жень, покажи вот как вживую прям на них смотреть. Вот. Сегодня будем прям смотреть интерфейс бренд аналитикс, куда-то еще будем смотреть. Вот. И тут прежде чем вот смотреть на этих ботов, важно понимать, ну, их роль. Они же не просто так боты, их кто-то придумал. И вот задача бота, ну, бот – это как бы технический инструментарий для осуществления посева, да, какой-то информации. Вот, повлиять на ваше мнение. Вот, иначе, ну, смысла никакого нету. Ну, то есть, или если это бот добрый, вот, там что-то в позитиве вас какому-то поддержать. Ну, часто боты используют для того, чтобы, ну, где-то… А можно слово «под насрать» использовать? Можно, да? Вот. Где-то кому-то подгадить. Есть агентство черного пиара. Туда приходишь, есть сервис, который в Телеграм раскидает все, что вам хочется и все, что нужно. Сто долларов, вот, вперед побежали, и ваш контент, чтобы кого-то очернить, он побежал по сети. Вот. Другой вопрос, работает ли это? Вот. Поэтому давайте разбираться. И еще есть такая штука в психологии. Truth by repetition. Эффект называется, это бир-эффект, который гласит, что неоднократное повторение лжи может превратить ее в правду. И вот когда осуществляются все вот эти вот посевы, тут вы одно прочитали, ну, что-то нужное кому-то, там, 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 и вы начинаете в это верить. Потому что мы сейчас живем в мире, когда нам уже не нужно видеть, ну, какое-то событие или что-то вот такое, собственными глазами. Вот сейчас Палестин-Израильский конфликт, да, там, палестинцы убили огромное количество детей, да, в лагерь какой-то они там ворвались. Кто в это верит? Ну? Тут. Высли это в реалии или это просто как бы в медиапространстве? Вот я про то же. Как бы реальности сейчас вообще не существует. Вот именно. Вот я про то и говорю. Не факт, что это произошло. У бота же нет авторитета. Как им можно верить, в принципе, вот если так задуматься? То есть здесь же должен быть триггер авторитета. Ну, вот, условно, вы видите информацию, и вы видите, ну, хорошо, человек вам не знаком, ведь это бот в любом случае, то есть он вам не знаком. Вы же не будете ему… Даже если три бота вам скажут, там, справа, слева, там, не знаю, из разных соцсетей, вы же… вам все равно уже… люди же научились и со скепсисом воспринимать. Не научились. Или не так? Не научились. С критическим мышлением у нас в наше современное время все очень плохо. Прям отвратительно. Факт-чекинг даже у журналистов отсутствует, как бы. Что говорить о нас, смертных, обычных людях. Вот, но об этом мы дальше поговорим, потому что бот – это всего лишь пользователь. Вот. И вопрос, а боты хорошие или плохие? Ну, смотри, вот, да, вот, даже у системы мониторинга есть боты, которые у вас в подписчиках сидят, и у них благая цель – сделать так, чтобы ваша жалоба долетела там до, условно, Сбербанка, Тинькова, ну, там, кто с бренд-аналитиксом работает, да, вся страна? Вот. Да, но часто, чаще всего в нашем понимании боты – это какое-то такое ужасное существо, которое вот призвано всем навредить. Вот. И что такое боты? Вот. Бывает разный там фейковый аккаунт. Все привыкли понимать, что это некий фейковый аккаунт, он поддельный, кто-то, ну, понятное дело, там, или программа, или живой человек им управляет. Но вот чаще программа, потому что это недорого. Вот. Бот, управляемый человеком, обычно дорого, и компания обычно в это, ну, типа, у нас нет денег, давай вот мы на бирже что-нибудь купим, там у нас вот все полетит. Вот. Это очень плохая история. Вот. Клоны аккаунтов делают. Потому что вот мы привыкли кому-то доверять. Если мы видим какую-то новость от какого-то известного источника, мы такие сразу, ну, нет же критического мышления. Не у всех оно есть, давайте будем честны. Вот. Типа, о, вот там вот медуза сказала. А это медуза была? Или не медуза? Вот. Или сама медуза, тот еще бот. Подконтрольные группы, когда в разных соцмедиа, ну, площадках, ну, обычно в социальных сетях, разводятся группы, туда нагоняются люди, и это по-разному. То есть мы работаем на аудиторию, или это мы должны нашему заказчику показать красивый отчет. Вот. Вот смотрите, сколько мы вот распространили ваш контент, а там, ну, бот ботом погоняет. Вот. И периодически это угнанные аккаунты. То есть раньше это был настоящий живой пользователь, мы на них тоже дальше посмотрим. Вот. Его просто аккаунт взломали, угнали, пользователь не стал заморачиваться, как-то его пытаться вернуть, и этими аккаунтами пользуются. Вот. Ну, вот, например, да, футляр от виолончели, который вот не так давно там закрыли, поймали, посадили и все такое. Вот, пожалуйста, у нас есть другие футляры от виолончели. Вот. И вот если говорить про ботов, да, мы же, ну, мы вообще не любим потреблять слово бот. Есть такая штука, неорганический контент, да, неорганическое распространение. Вот. А бот — это всего лишь некий такой инструмент. И вот эти вот самые боты, они вот, как правило, на нашей практике… А, я забыл одну важную штуку сказать, почему, как бы, вот, я рассказывал о нас, а не сказал самого главного. Мы же вот не верим в автоматичную тональность и так далее. Но, тем не менее, мы это делаем. У нас больше 80 человек делают это просто руками. В режиме 24 на 7 у нас сидят люди, включая выходные. Вот, и 1 января у нас есть проект, ребята там 2 часа посидели дома, чокнулись с родителями, пошли читать. Вот. Мы это все ручками размечаем. И в силу этого мы много чего видим вообще. Потому что вот изначально я бы очень хотел, чтобы системы мониторинга сами нам показывали этих ботов, но, к сожалению, пока что это не так. Вот. Поэтому учимся сами. Так вот, боты у них или очень мало подписчиков, или, наоборот, очень много. Но, как правило, странных. Там имеют фото, совпадающие с кучей других аккаунтов. Тоже посмотрим, как это искать. Недавний срок регистрации. Вот сейчас сложно представить себе человека, который вчера там во ВКонтакте зарегистрировался, а ему 44 года там, да? Ладно, этот человек дорос, ему только ноутбук родители купили в 9 лет, он пошел в ВКонтакте, еще окей. Вот. Низкие показатели вовлеченности на посты. Тоже прямо на практике посмотрим. Высокая частота публикаций и разношенность контента, или наоборот. Встречаются вроде живой аккаунт, а там одна политика. Бывает такое, что люди повернуты на голову и только вот этим и живут. Но тем не менее. Или оставляют много сообщений сразу во многих местах за очень короткий промежуток времени. Ну, банальный человек, живой человек, но такой просто не способен, даже если очень зол и хочется им насолить. Вот. И ваши лучшие друзья, я, кстати, ну, если мы уже начинаем потихонечку погружаться в бренд-аналитикс, ну, или, возможно, в любую другую систему интеринга, где привык работать. Самые лучшие друзья у вас — это дубли, раздел с дублями, где вы можете посмотреть, ну, сортировать тупо по дубликатам, да? Авторы, сообщества, источники. Иногда география помогает, что вот за подородь здесь что-то неладное. И, наверное, самый лучший друга, я тут не перечислил, это ваши глаза. Глаза и мозг. Вот. Потому что, ну, так эта сфера работает, что там нужно прямо вот смотреть. И вот возьмем инфоповод. Инфоповоды все вот прям вот эту картинку запомните. У инфоповода всегда есть такой вот небольшой всплеск, горбик, там потом он идет на спад, падает, там где-нибудь в конце, может быть, еще что-нибудь такое, когда ситуация там разрешилась, что-то там произошло и так далее. Практически все инфоповоды идентичны вот этой картинке. Я про этот инфоповод на прошлой конференции рассказывал частично. Это забастовки Wildberries в марте этого года. Вот. Там, ну, пошумели, 60 тысяч сообщений, все такое. Но вот часто вот поверхностное суждение о том, что мы видим, оно, ну, ошибочно. Потому что важно смотреть, а что внутри там вот происходило. И первое, что я предлагаю обычно делать, когда вот вы открываете систему интернга, ассортируйте по дублям. Там сразу начинает что-то вот всплывать. И вот мы видим Дмитрия Гусева, депутат Государственной Думы, если мне память не изменяет. Он там помогал разруливать эту ситуацию. И вот настрочили там 4 с лишним тысячи сообщений. И думаешь, интересно, давайте смотреть. Вот. Ну, это вот его сообщение, которое где-то там разошлось. Вот мы смотрим, как и где оно расходилось. Мы видим такую картину. Всего лишь 59 пользователей настрочили больше 4 тысяч сообщений. Думаешь, ну, не, ну, мало ли, ну, вдруг, ну, всякое бывает в жизни. Вот. И мы видим, уже сразу же мы видим картинку, которая на инфоповод не похожа. Инфоповод так не распространяется. Он не стреляет и падает сразу замертво. Так не бывает. То есть это сразу картинка неорганического распространения. На всякий случай пойдем в источники. Одноклассники. Вот. И больше нигде. Так тоже не работает. Потому что если инфоповод, ну, какой-то такой вот случился, забастовка, вайлдберрис, да, и вот что-то где-то распространяется, почему одноклассники? Тоже начинаем там подозревать. Вот. Еще помогает, как я говорил, авторы. То есть смотрим на топ-авторов и видим Никиты, Костики и Антоны. Вот каждый нафигарил под 200 сообщений. Каждый. То есть вы когда много с этим работаете, ну, сам начинает сразу воспринимать картинку. Думаешь, блин, она какая-то ненастоящая. Ну, так не бывает. Ну, в практике такого нет. Ну, и давайте на Никиту Королеву посмотрим на самого первого. Вот. Его картинка в написании постов выглядит так. Он делает исключительно ночью и огромными пачками. Вот. Вот прям всех призываю обращать внимание на короткую временную шкалу. Обычно смотрят там неделя. И вот видят там, но там ничего не видно. Когда мы начинаем что-то подозревать, ну, углубляйтесь, вот, ну, здесь в данном случае, да, по часам. Вот. Уже лучше картинка будет. А вот, если помните, вот тут это выглядело вот так. Вот. Еще одно сообщение. Это тоже с той же тематики, тоже Вайлберис. Там масштабная забастовка, все пункты закрыты там и так далее. Уже другая картинка. Тоже, видимо, что она какая-то подозрительная, вот эта вот пирамида Хеопса. Вот. Но тут уже у нас 493 автора, которые написали 509 сообщений. Уже на правду похоже. Ну, обычно же, ну, кто-то написал, все, и побежал дальше. Но подозрительно, что они сделали это единомоментно. Примерно вот так. Если смотреть в пятиминутные интервалы, то как-то вот полтысячи человек, ну, как бы, сплотились, договорились в WhatsApp-чате в каком-нибудь и написали сообщение. Вот. Тоже так не бывает. И вот еще полезный инструмент, помимо бренд-аналитикса, это, ну, собственно говоря, его выгрузки. Вот часто вот просто глазами можно понять и увидеть неладное. Вот я специально красненьким пометил, это вот минуты и секунды. А, нет, это не секунды. Да, это минуты. То есть в минуту там вот ровными пачками вкидывается. Ну, там полотно большое. Вот. Я просто вот, ну, верх таблицы взял для примера. Или вот еще аудитория, да. То есть вот эти все сообщества, куда у нас все это вот писалось, как-то вот, ну, наверное, так совпало, что у всех плюс-минус две тысячи подписчиков. Вот. Это все накрученная аудитория. То есть кто-то, ну, кому-то заплатили деньги, он пошел их окучивать, раскидал инфопод, пришел, отчитался как бы. Ну, ну, наверное, русский бизнес так работает, я уж не знаю. Быстрый вопрос? Да. А зачем? Подойдите микрофон. Спасибо, простите за перерыв. Ничего, ничего. А зачем постить ботами фейки в фейковые каналы? Я же говорю, русский бизнес. Вы ко мне приходите и говорите, хочу распространить вот такую информацию. Говорю, не вопрос. Тысячу баксов, например. Ну, я условно, да. Сделал вот такую работу, пришел, отчитался. Дали месяц, делали последний день, последний день. Да. Обычно, потому что заказчики этих историй, ну, чтобы в этом понять, обманул тебя исполнитель или нет, в этом тоже надо разбираться. И я понимаю вот этих заказчиков, которые не разбираясь, платят. Ну, к сожалению, такое бывает. Что делать? Вот. Те же 200 сообщений, да? Как-то вот так внезапно получилось, что была ими окучена вся страна. Вот. Это график, ну, география, скриншоты из кабинета бренд аналитикс. Ну, так совпало, что сразу со всей страны написали. Вот. И когда смотришь на места публикации, думаешь, блин, действительно вся страна. Здесь все населенные пункты страны. Они, ну, не все, потому что все не влезли. Их там дофига вот просто. Я просто для примера взял вот эти три столбца там, заскриншотил. Вот. И в каждом ровно по одному сообщению. Вот Астрахань выделилась прям, нечаянно два там написали. Вот. И это тоже неорганическая картинка. То есть в это очень сложно поверить, что такое вот может быть как бы. Вот. Или еще куда предлагаю смотреть, тоже сообщество. Куда писали? Как-то так вот совпало, чтобы все написали ровно по два поста. Но здесь уже, когда речь идет о сообществах и раскидывании информации вот этими фейк-аккаунтами по сообществам, здесь обычно бьют в аудиторию. Главное, чтобы было много подписчиков. Чтобы типа engagement, там вот это вот все, reach и так далее. Но вовлеченность, как правило, видите, вовлеченность ноль. То есть аудитория огромная, больше 40 тысяч везде. А вовлеченность ноль. Совпадение, наверное. Вот. И вот тут упражнение-посложнение. Тот же Вайлбери. Все то же самое. Забастовки. Но органическое распространение. Вот картинка прям вот, ну не докопаешься. Ну вот все с ней хорошо. Потому что там и вовлеченность есть, и лайки, и комментарии, и просмотры есть. Все есть там. Все нормально. Но как только начинаешь смотреть в аккаунты, которые там участвовали. Вот, например, там Серафим Черменский. Агния Антонова. Лариса Денисова. Жанна Киреева. Я, ну, рандомно взял четыре. Как бы аккаунты нормальные. То есть если вы на них быстро, взглядно, вот так вот посмотрите. Ну, обычный человек. Все окей. Но мы-то пытливые умы. И мы умеем подозревать. Смотрим, например, последние посты. Вот прям все, вот эти же четыре пользователя, вот последние посты. Все 15 марта. Я специально пометил скриншот делал вчера, когда финализировал презентацию. Это угнанные аккаунты. Они отработали и их бросили просто. Ну, то есть вот реально каждый последний пост на этой странице. Можете зайти проверить. Вот, все от 15 марта. Ну, мы думаем, ладно. А, они, кстати, еще одна из Саратова, две из Москвы, а третья, не помню. Откуда ты еще? Ну, как-то вот они, видимо, скоординировались тоже. Вот. И я обожаю еще поиск по картинкам Яндекса. Вот просто берешь фотографию профиля пользователя. Говоришь, Яндекс.Картинка. Только покажи мне. И вот он тебе говорит. Ну, я взял вот эту Ларису Денисову. Вот. И у нас и Лариса Денисова, и Евгения Нурдинова какая-то, и Полина Лейткина, и их еще дофига вот таких вот. То есть обычно, когда бот создается и продается на бирже, им, ну, никто особо не заморачивается. Ну, потому что он дорогой выйдет, если каждого там прям вот. Тут такая фотография, здесь такая фотография. Угоняются аккаунты, пачками им ставится фотография и выставляется на биржу. Все. Вы пришли, купили пачку ботов, вы пришли, купили пачку ботов, и в итоге ваши боты выглядят одинаково как бы. И потом их переделка, этих ботов уже никто не заморачивается. Ну, опять это дорого. То есть мы хотим вроде кому-то подгадить. Ну, блин, за большие деньги это как-то уже неудобно, что ли. Вот. Или вот еще. Это из нашей жизни. Это Эммануэль Бланко, российский аграрий. Он там очень ругается на какой-то трактор. Видюшечку выложил. Вот. И у него целый один друг, одна фотография и одна вот та самая видеозапись. И вот друг у него Жора. И ты думаешь, блин, вот. Пойдем на Жору посмотрим. Жора – кот. Жора круглый. А Жора уже, он, ну, как кот, наверное, он любознательный. У него там дофига друзей. У него куча подписок каких-то. Вот почти полтысячи подписок. Ну, Жора такой вот он. Ну, так смотришь, оба эти персонажа в сентябре заходили последний раз в Суисеть. Это дело было в 20-м или в 21-м году. Что-то такое. Но последняя видеозапись на их страницах у обоих тоже один и тот же год. Март и декабрь, да? Ну, 17-й год. Вот. Тут тоже заброшка какая-то. Думаешь, ладно, посмотрим на фотографии Жоры. Природа, жратва и все такое. Ну, и друзья, соответственно, у него в собаке. Вот. Ну, он кот. Все нормально. Вот. Или вот противоположная история. Это я просто их вам показываю, потому что я вначале где-то вам обещал, что покажу на живых примерах, как это можно выглядеть. Вот Люда Дубик, это уже из ныне запрещенной соцсети. Тоже российский аграрий, но уже популярный блогер. Ну, все же знают, да, там у Фейсбука лимит в 5 тысяч друзей установлен, а потом ты меняешь типа аккаунта какой-то там себе. Вот. Люда у нас уже уперлась в лимит. Постит много. И вот на 5 тысяч друзей вот скриншот показывает за сутки. Она сделала какой-то пост, там каждые 15 минут у нее пост какой-то. И за сутки никто даже лайка несчастного не поставил. Вот наши же друзья так не ведут. Они даже, ну, наши собственные друзья, они даже просто из жалости уже какой-нибудь лайк могут поставить, что ты наконец-то там опять, мы ждали вот этого твоего кота, этого несчастного. А Люду никто не любит. Зато Люда любит, скорее всего, турков, арабов и все такое. Вот. Ну, может быть, она там жениха себе ищет или женихи ее ищут. Ну, я не знаю. Ну, так совпало, что на самом деле все это боты. Вот. На этом, наверное, и все. Спасибо вам большое. С удовольствием на вопрос отвечу. Скажите, пожалуйста, а вот можно ли считать страницы, которые созданы искусственным интеллектом или которые ведутся от лица искусственного интеллекта ботами? Допустим, вот Артемий Лебедев недавно, ну, это давно точнее было, уже анонсировал, то, что какой-то там дизайнер, они его как будто бы презентовали, там была его страничка, он выпускал какие-то прикольные вещи дизайнерские, да. Никто не знал, что это искусственный интеллект, ну, а по сути это, ну, ведь оказалось все фейком ботом, он всех потроллил, и очень много вот компаний создают якобы какие-то странички либо какие-то личности в виртуальном мире, да, и они постят, они имеют собственный язык коммуникации, очень трудно отличаются от нормального, адекватного человека, в принципе, вот вооруженным взглядом и не определишь. Вот есть какие-то инструменты, либо методики, которые вам помогают определять, что вот это не человек? И нужно ли это определять? Спасибо, интересно. Нет, вот таким вот мы уже не заморачиваемся, потому что, по крайней мере, в нашей сфере вот этих всяких виртуальных с высокими технологиями, чат, GPT там общается, пока что не встречалось, вот я так скажу, в нашей практике. Второй момент, что вот все, что я вам вот сейчас показывал, ну, вот я называю это работой в тупую, ну, по-честному. Это все это тупо. Ребята, которые берут большие деньги и грамотно с этим работают, не палятся. Там боты ведутся нормально, по-человечески. И их, на самом деле, определить просто сложновато. Вот даже у площадок, у социальных сетей, у источников, где эти боты работают, на самом деле даже возможностей определить этого бота больше, чем у нас, потому что они, как минимум, видят еще одно дополнительное. Они видят его IP-адрес. Вот, если вот пачками начинают где-то ходить, то это, ну, все палится. Так, отзовики, так, блокируют пачками, виси. То есть, если вы, наверняка, кто-то на виси вот попадал в эту историю, кто-то, ваш маркетинг или ваши там друзья, коллеги пишут статью и говорят, полакайте меня. И все бегут комментарии писать, никто от офисного Wi-Fi не отключается, и все эти комментарии сносятся, и пользователи блокируются. Машинное обучение для того, чтобы, ну, выявлять вот по IP-адресам, то, что это, там, допустим, бот, может быть, это как-то можно определить. Это первое. Во-вторых, раз мы видим, что вот трафик так скачет, или какая-то активность, то есть, может быть, по этим графикам активности тоже есть возможность это определять. Вот как это делается? Можно. Ну, соцсети сами потихонечку этим занимаются, ну, не совсем справляются. Бренд-аналитикс этим занимается. Но вот у бренд-аналитикс есть такая прикольная штука, не собирать спам-галочка. Но она не до конца прикольная, вот, потому что она может вам не показать вот этого. То есть, да, ну, это спам. Но у спама у этого есть определенная задача и цель, что-то сделать с вами плохое, ну, там, с вашим брендовым, с вашим клиентом, там, неважно что. Вот, это может улететь спам. Вот, но порой это лучше галочку убирать, чтобы видеть, что вот такое может происходить. И вот это вот все определение, ну, вот если вот бот этого Артемия Лебедова, ну, это не бот, это уже высокие технологии. Вот, а где разница? Вот Алиса, которая у нас у всех дома стоит, да, у большинства же есть Алиса дома, или какая-нибудь Маруся, или Геннадий там, что у нас там еще на рынке есть из колонок. Где эта тонкая грань? Тот же бот. Да нет, грани. Скоро мы лет 10, и все, и мы друг с другом перестанем разговаривать. Вот здесь на конференции сидят люди, половина в телефон смотрит. Дети наши в телефон смотрят. А скоро и общаться будут бот с ботом. И будет говорить, Тёма, я договорился, ты идешь в гости. Ну, к сожалению. Ну, ладно, не будем так вот неоптимистично смотреть. Все мы будем общаться, и через 10 лет, и через 15 еще соберемся. Я верю в это. Да, спасибо большое. Очень интересный доклад. Я хотел спросить, в российском правительстве, около правительственных структурах тоже очень часто используют боты. Самые яркие примеры — это там Ольгинские, Пригожинские, и вот все вот эти возможные боты. С переходом в другие собственности, и вообще, видно ли какая-то прогрессия в оптимизации или в усовершенствовании ботов на вооружении, скажем так, таких окологосударственных акторов, которые пытаются на политическую? Нет? Остались на том же уровне, что и до Пригожина, и 17-го года. Вот есть ли такая прогрессия вообще? Видно что-то с этим связанное? Вот если честно, не так уж, чтобы прямо сказать, что у нас много контрактов с правительством и все такое. Есть даже проект «Госвонь» называется. «Госвонь». «Вонь». «Госвонь». «Госвон.net», по-моему, если мне память не изменяет. Это вот кремлеботов, там палят, заносят в базу, и там, если есть подозрение, можно туда зайти, и они парсят вот эти активности всех вот этих аккаунтов. Если что-то такое вот со стороны правительства, улучшение, я бы сказал, что нет. Потому что обычно это поручается какому-нибудь агентству. Агентство это хочет заработать как можно больше, соответственно, потратить как можно меньше, и в итоге это выходит примерно так, как я сегодня показывал. Работать чисто очень дорого. И во ВКонтакте, и в Инстаграме, и на Фейсбуке, и, по-моему, даже в Одноклассниках можно аккаунт свой закрыть. И тогда мы никак не узнаем, какие у него там друзья-собачки, какие коты, сколько постов он сделал и так далее. С этим как-то можно работать? У бренд-аналитикса есть еще одна прикольная штука. Мониторинг избранных авторов. Да, вы не видите его содержимое страниц, но это логично, что его закрыто, что меньше палево, как говорится. Но можно вот этих ребят собирать, где они пишут. Соответственно, мы собрали любое место в социальной сети, где этот автор пишет, бренд-аналитикс соберет. Анализом того, о чем этот человек пишет, можно сделать некое заключение, что бот это потенциальный или нет. Спасибо большое за выступление. У меня такой вопрос. Можно ли привести знак равенства между тем, что люди пишут в социальных сетях, и то, что вы анализируете, и вы, и предыдущий спикер, поставить знак равенства с тем, что они думают. То есть все-таки вы верите в то, что вы собираете, вот те данные, и по поводу репутации, и по поводу других проектов, других заказчиков, что это прямо равно, что они думают. Потому что очень часто ведь мнения в социальных сетях полярны. Ну, к примеру, то есть очень нравятся, или, например, наоборот, негатив. А вот какие-то конструктивные решения, какие-то конструктивные мнения, что поменять, нюансы, это и касается туристических объектов, и репутационных моментов. То есть вот насколько можно просить этот знак равенства, или эффект масштаба, и мы настолько все цифровизированы, что уже можно это сделать? Я бы поставил знак равенства, потому что я, по крайней мере, ну, я не просто так в этой сфере работаю уже с десяток лет. Потому что вот чем вот, за что я люблю соцмедиа, там вот в отличие от классических исследований, вот автора, который что-то написал в своем мнении, его никто не спрашивал, его не заставляли, на него не давили, он сделал это сам. Поэтому скорее, ну, при условии, что мы отсеяли всю вот эту нашу боту, неорганику и так далее, то да, я бы поставил знак равенства. Потому что вот еще одну вещь забыл сказать. Если мы говорим про ботов, если мы не умеем их правильно исключать, они нам портят нашу статистику, они портят наше решение, которое мы принимаем, основываясь на этой статистике. Ну и так далее, вот клубок можно там разматывать далеко. Ну, я бы поставил равно. Пока, на сегодняшний день. Отбираю микрофон, Евгений Кузнецов.